Продолжая тему сокрытия и ускорения, теперь поговорим, как это делать одной рукой. Опять же, рассмотрим на примере боковых. Два боковых. Раз, два. То есть, идея осталась у нас та же. Наносим первый удар, полноценный удар. И на ускорении второй. Главным элементом будет здесь не действие только лишь рукой, а силу придаст именно вложение массы таза. Какие можно использовать в подводящих упражнениях для того, чтобы сакцентировать на работе таза. Первый вариант это палка. Берем, упираем таз, плотно упираем партнера. И здесь за счет толчка именно тазом мы совершаем удар. Раз, два. То есть, соответственно, можно это делать и в движении. Раз, два. Вторым вариантом при самостоятельной работе это будет резина. Мы уже рассматриваем. Одеваем на плечо. И через это же плечо поворачиваемся. Таким образом резина ложится у нас на бедро. Мы можем встать в переднюю позицию, можем в заднюю. В зависимости от того, что мы нарабатываем. И вот здесь делаем ровно то же самое. Раз, два. Раз, два. Здесь более жесткие акценты. Усилие ложится на работу таза. После чего, соответственно, мы возвращаемся к работе по цели. Уже положение, чтобы у нас было не одной рукой, а вкладывать всю массу. Здесь мы можем, поймав движения на примере боковых, мы можем уже начать импровизировать. Например, это может быть боковой апперкот, либо апперкот боковой, боковой прямой. Реализация это может быть следующая. Например, боковой, боковой. Мы показали боковой. Человек чуть-чуть постарался прикрыться, а вверх и сразу же на ускорение ударили вверх. Или наоборот. Не просто коснуться. Мы наносим боковой в голову. Человек, соответственно, ректорно начинает перекрываться. На ускорении боковой в корпус. Либо, опять же, боковой в голову и апперкот снизу. Либо показали ударили боковой, человек чуть-чуть уйдет и сразу же на ускорении апперкот по корпусу. Человек может плотно прижать руки во время боя. Тогда, опять же, на ускорении. Зацеп боковой. Или зацеп апперкот по корпусу. Перекрылась, голова перекрыта. Не достучаться. То же самое. Зацеп и на ускорении боковой. Точно такое же движение будет, если пойдет удар ударенной рукой. На ускорении. Если пойдет одноименной рукой. Соответственно, боковой будет здесь сложнее. Может быть, перекрыт. Соответственно, здесь у нас будет прямой. Поймать движение тазом и принцип ускорения. Мы начинаем комбинировать уже произвольно любой вариант. Как угодно. Следующая степенью развития, это будет, конечно же, нанесение вариантов троек. На примере классического почтальона. Раз, два, три. Но на ускорении. Каждый последующий сильнее и быстрее предыдущего. То есть. Ускоряйте и пробила. Первым коснулись рук. Вторым пробили сквозь руки. И третьим закончили. Важным будет ускорение.